ну что еще раз добрый вечер уважаемые коллеги дорогие друзья во первых хочу поздравить всех с наступившим уже 2017 годом и как я понимаю все уже прописали свои цели нарисовали свои мечты и теперь будем прокладывать к ним шаги для достижения этой цели сейчас загрузится картинка запись идет ну что друзья начинаем значит как мы и говорили каждая цель она должна быть достигнута путем реализации определенных шагов и как говорится путь в тысячу дней начинается с первого шага и первый шаг это прописать свою мечту и детально прописать каждую мелочь мы поговорим с вами о постановке цели я думаю что уже все за прошлом занятия написали свои цели дайте обратно взять отлично массы но и после постановки цели нужно составить план после того как мы составляем план нам необходимо действовать и соответственно на каждом этапе нужно анализировать все ли вы сделали правильные шаги и только с верой в проект верой в себя мы сможем достичь результата и так постановка цели мы буквально пробежимся коротко по тому что мы раньше проходили кто у нас первый раз на вебинаре поставьте единичку никого да все уже были хорошо друзья галина тогда мы вкратце буквально пробежимся по пунктам постановки цели первое что нужно сделать да и иван вижу добро пожаловать первое цель должна быть написана в позитивном ключе что значит позитивном ключе ни в коем случае нельзя писать я не хочу болеть я не хочу быть бедным а в позитивном ключе то есть я хочу быть здоровым или я хочу быть обеспеченным или богатым второй момент цель должна быть написана в настоящем времени как свершившийся факт да вот я чуть раньше говорила я хочу быть здоровым или я хочу быть богатым ребят меня слышно видно хорошо да то есть нужно писать не я хочу да а я здоров я богат у меня все хорошо у меня есть достаток то есть в настоящем времени позитивном ключе следующая она должна быть расписана очень подробно то есть в деталях я не просто хочу быть богатым а конкретно какую сумму денег я хочу получать ежемесячно и на что я хочу ее тратить и соответственно нужно знать точные сроки реализации этой цели да вот для примера я выбрала вот такие картинки да вот я хочу например иметь свой шикарный дом но не только как он выглядит снаружи а буквально внутренний интерьер по картинке или я хочу я посмотреть как она выглядит внутри я хочу автомобиль почувствовать этот интерьер или салон изнутри и и соответственно цель должна иметь свою ценовую вернее свою оценку в денежном эквиваленте например дом сколько он может стоить подбирайте себе уже дом по определенной стоимости автомобиль сколько он должен стоить яхта сколько он должна стоить или хотя бы элементарно самая первая цель первый чек в компании skyway капитал сколько вы хотите зарабатывать первый же месяц то есть это нужно прописать иметь четкую дату реализации да то сейчас у нас январь месяц значит до конца января 2017 года ваш чек skyway капитал должно составлять там предположим 500 долларов ну и соответственно следующий этап надо будет определить действительно ли это ваше пожелание или это в принципе навеяно фильмами журналами да то есть нужно будет подобрать чтобы это была действительно ваша цель почему это важно потому что если это не ваша цель вам не интересно ее будет достигать подумайте ну не достиг я не купила себе особняк за 1 миллион ничего страшного меня устраивает квартира коммуналов да то есть ты должна быть настолько интересны и большой чтобы те мелкие проблемы которые встречаются у вас на вашем пути чтобы они просто не отвлекали вас чтобы цель оставалась все равно желанный ну и соответственно нужно будет прописать вам все недостатки и препятствия которые могут вам встретиться на пути к достижению этой цели самое главное препятствие я выбрала такую картинку это не сами да потому что первое что сложно преодолеть это свои привычки которые мы вырабатывали гадами это нужно будет полностью менять свой режим дня нужно будет менять свои привычки разумеется да то есть не всегда получается достичь результата быстро потому что мы привыкли что мы стали утром пошли на работу отработали свои 8 часов и мы знаем что в конце месяца мы получим определенную зарплату здесь мы работаем на себя и соответственно нужно немножечко заниматься самодисциплиной то есть и да буквально как мэнхаузен за котичку выдергивать из постели для того чтобы реализовать свои цели потом естественно препятствия это первое какие у нас есть это наши собственные страхи а вдруг у меня это не получится а вдруг я не настолько хороший спикер у меня нет авторитета перед своими знакомыми и друзьями чтобы они прислушивались ко мне вот эти страхи они тоже нас отгоняют от реализации нашей цели соответственно и сомнения общество ну и первые кто нам начинают говорить куда ты взошел это наши родственники и друзья 機械 но и то же время海фрагции мы должны продумать как мы будем преодолевать эти критерии их можно employees и могло тиг centered dread а можно сквозь них просто разрушая все карт и для я за такие lots того что пути путей и реализации�я их прикольна и у каждого они свои я всегда говорю умный гору не пойдет у нас горо обойдет да написано и обязательно идти на правом если можно найти другой способ от реализации своей цели. Для того, чтобы преподнести наш проект своим знакомым, нужно иногда просто представить себя на их месте. Если ты начинаешь человеку насильно навязывать свои идеи ему, то естественно, что это никому не нравится. Поставьте себя просто на его место. И тогда будет очень просто разговаривать с людьми. Ну, естественно, нужно поставить для себя какие-то маячки или включить такой внутренний навигатор. Правильно ли мы идем, не сбились мы с цели, потому что пока мы идем к своей цели, на пути к нашей цели встречаются разные другие предложения. Вот здесь можно быстрее заработать, здесь нужно просто вложить и ничего не делать. И начинаем отвлекаться. Раз, свернули вправо или свернули влево. То есть нужно четко видеть свою цель и идти к ней. Я вспоминаю один мой хороший знакомый, один тоже хороший коуч, тренер. Он всегда говорил, посмотрели телевизор, цель уже здесь, да? Сходили в гости на день рождения, цель еще дальше, да? Пошли на шашлыки, цель опять дальше, да? То есть нужно четко ставить цели и смотреть, чтобы не сбиться с этой цели, а идти прямо к ней. Ну и давайте перейдем к плану реализации. Самое главное, что нам нужно это сделать, список своих знакомых. Я не зря постоянно это повторяю, и очень хочется увидеть плюсики тех, кто написал список знакомых. Оставьте, пожалуйста, в чате плюсики, ребят. Ирина, молодец, Галина, молодцы, Николай. Ну и все, да? На самом деле я не зря говорю, что список знакомых, он очень важен в том проекте, которым мы сейчас занимаемся. Ну и, собственно говоря, в любом проекте, которым бы вы ни занимались, самый главный капитал, да, для того, чтобы начать свой собственный бизнес, это твой список знакомых. Потому что если его нет, вы считаете, что ваш бизнес, как он начался, так он быстро и закончится. Потому что первое, кому мы хотим рассказать, это действительно самые близкие наши друзья. И мы бежим им рассказать, сломя голову. После этого мы встречаем откор или как минимум недопонимание. Вдруг ты изменился, у тебя глаза горят, все, ты зомби. Тебя зазомбировали, ты сейчас несешь куда-то деньги и хочешь, чтобы мы с тобой сделали то же самое. Все, первый отказ, второй отказ, третий отказ, и после этого вы уже ничего не хотите. Вы уже боитесь вообще раскрывать рот и думаете, ну хорошо, я себе приобрел акции и слава богу, вот когда сработает, тогда я покажу им, как они были неправы. На самом деле все упирается в то, что у нас нет этого списка. Что такое список? Многие говорят, у меня нет столько знакомых, кому я могу предложить. Я вам скидывала в чат скриншот вот такой вот формы, из каких знакомых, из каких людей может состоять список. Самый главный человек – это вы. Поэтому я написала первый человек в списке – это я. Всегда прописываем себя. С вас начинается все. После этого родные и близкие просто записываем. Мы не принимаем за них решения. Ваша задача – составить список. После этого, как я делаю? Я просто беру телефон, из телефонной книги переписываю всех знакомых. После этого вспоминаю тех, кого нет в моей телефонной книге. Друзей записываю. Даже если я не знаю их фамилии или телефоны, или вы давно не виделись, я просто помню имя и просто ставлю пометочку, откуда я его помню, где мы с ним пересекались. Потом соседи, сослуживцы, коллеги по работе, однокурсники, одноклассники, родители одноклассников вашего ребенка, ваш семейный врач, вообще все врачи, которые обслуживают вашу семью, ваш страховой агент или банковский служащий, кассир или даже продавец магазина, в котором вы часто покупаете продукты. Вы же знаете, как его зовут, а если нет, просто можете познакомиться. Ваши друзья из соцсетей. Да, есть Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, сейчас очень много других соцсетей, и Инстаграме. Каждый день добавляются как минимум по 6-20 человек у меня, например. Ну и в конце концов мы понимаем, что все, список закончился. Я это называю кризис списка, когда вот все, больше людей нет. На самом деле список постоянно пополняется, он никогда не заканчивается. Сюда я отнесла друзья ваших друзей, то есть после того, как мы общаемся с друзьями, мы просто берем у них рекомендации. В том, просто знакомые. Если мы хотя бы один раз с человеком пересекались и уже познакомились с ним, мы можем его считать знакомым. Да, мы просто записываем его имя и где мы с ним познакомились. Потом друзья ваших знакомых. Точно так же мы берем рекомендации. Знакомых уже ваших знакомых. И в конце концов холодные объявления или доски объявления, это газеты, лапша на столбах, журналы, телефонные справочники или интернет объявления. Ну и потом случайные знакомые. Ведь каждый день мы куда-то выходим, сталкиваемся в транспорте, с кем-то перекидываемся одним-двумя словами. И потом продолжается беседа. Ну почему бы не спросить, а как человека зовут? Да, и просто дать ему визит. И сказать, не звоните мне. Теперь смотрите, я вам подготовила вот такой вот формат в Excel, где можно будет составить список. Значит, в первой колонке у нас номера по порядку, потом фамилия, имя, отчество или хотя бы имя, если вы помните. Краткая информация, чем занимается человек, откуда у вас этот контакт, где пересекались, потому что потом вы будете вспоминать и вы вспомните этого человека и как его фамилия и, возможно, телефон. А бывает и так, что случается, что человек вдруг сам выходит на вас или вы находите общего знакомого, а у него есть этот номер телефона, вы просто его сюда добавляете. И здесь его контакты, телефон, e-mail, скайп или страничка в соцсетях, что-нибудь. Далее, дата первого контакта, то есть это либо звонок, либо встреча и комментарии по этой встрече или по контакту по телефону. Буквально все записывайте, о чем вы с человеком говорите, потому что, когда вы контактируете с людьми, вы забываете, о чем вы с человеком говорили. И когда вы звоните второй раз, вы либо повторяете, если у человека уже от вас ухо болит, да, и он думает, когда вы закончите, либо просто скажет, мне некогда, положу трубку. И потом результаты встречи. То есть, что человек сказал? Согласился он с проектом, согласился, зарегистрировался, пишите регистрацию, говорит, отказался, пишите отказ, и все равно через какое-то время опять возвращаетесь к этому человеку из списка. Второе у вас там будет на страничке лист, это статистика звонков, для того, чтобы было легче следить статистику отказов и согласий, потому что многие говорят, что у них не получается, у них все говорят нет, или у меня мало положительных результатов. на самом деле, вот эта страничка в вашем Excel документе вам покажет или докажет вам, что вы очень ошибаетесь. Здесь буквально по дням, я вам там сделала прям по месяцам, январь и до декабря, начиная с первого числа, количество звонков, количество назначенных встреч в другой колонке, потом количество состоявшихся встреч, потому что бывает так, что мы назначаем пять встреч, а состоится только одна. Поэтому вы сюда заносите цифрку, например, 1. результаты за встречу да и результаты за встречу за день нет. И таким образом, проставив до 31 января все вот эти свои цифры, у вас выходит общее число за месяц да, общее число за месяц нет и потом количество партнеров по дням и сколько у вас получилось в месяц. И вот так вот из месяца в месяц вы увидите статистику и вы самое интересное, что заметите за собой, когда вы не работали. То есть это будет видно, когда вы себе дали хлопинку или когда решили отдохнуть на недельку. И естественно, что статистика вещь сухая, и она вам покажет, где вам нужно подтянуть, и где просто немножко изменить тактику. Теперь какие у нас методы работы? Ребят, есть их несколько, даже больше, чем я здесь указала. Первое – это живые встречи, когда ты встречаешься с человеком один на один. Второе – это телемаркетинг или звонки по телефону. Это могут быть как холодные звонки, так и теплые звонки. Что такое холодные звонки, все знают. Это звонки абсолютно неизвестным, незнакомым вам людям. По, например, объявлениям или из соцсетей они к вам добавляются. И теплые звонки – это ваши знакомые из вашего списка, которых вы знали, которые с вами общались когда-то или с которыми вы сейчас поддерживаете отношения. Третье – это социальные сети. Четвертый способ – это соцопросы, флайеры и так далее, анкеты. Ну и многие другие способы, но они уже ушли немножечко в прошлое. Это объявление, лапша на столбах. То есть этим уже сейчас никто не занимается. Но некоторые и такое экспериментируют. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Видно то, что я сейчас показываю на экране. Приглашение на живую встречу. Отлично. Спасибо. Смотрите, у нас есть два варианта приглашения на живую встречу. Потому что, например, как масштаб видно или вы как-то можете там увеличить у себя на компьютере. Масштаб хороший? Хорошо. Значит, смотрите, когда мы приглашаем на живую встречу, я вообще всегда рекомендую первые вот эти вот встречи, самые первые встречи не проводить в одиночку. Как я говорю, я неделю вообще не могла отойти от этой информации. Мне хотелось поделиться с этим миром. Естественно, что я только на эмоциях. А знаний еще было очень мало. И когда человек вам задает какой-то вопрос, на который вы не можете ответить, человек вас вводит в состояние ступора. А когда человек видит, что вы не можете ответить на его вопрос грамотно, он начинает сомневаться в этой информации. И начинает сеть это сомнение и в вас. И после этого вы боитесь уже второму звонить. Поэтому вам нужно просто пригласить на встречу человека и пригласить своего наставника. В данном случае, кто моя первая линия, обязательно, ребята, если есть проблемы, звоните, мы встречаемся. Если у вас получается самостоятельно проводить встречу, но вы не знаете, как пригласить, ведь первый страх – это что? Поднять телефон и позвонить. И думать, что ему сказать, да? Поставьте плюсики или минусы, или у кого все в порядке с этим. Ирина. Хорошо. Ну, смотрите, ребят, я подготовила вот такой вот простой абсолютно алгоритм, как просто позвонить и пригласить. Я назвала это приглашение на живую встречу потенциального инвестора. То есть в вашем списке, когда вы составляете список, просто напротив каждого имени поставьте себе инвестор или партнер. То есть на ваш взгляд, кто это будет? И или П? Да? Потому что на самом деле человек может быть и инвестором, и партнером, но кем вы его больше видите? То есть какую-то предварительную оценку. И первое, что мы звоним, мы говорим, привет, например, Анатолий, это Светлана, тебе удобно говорить? Человек говорит, да. Человек Анатолий. Я говорю, давно не слышали, как у тебя дела, чем ты занимаешься? Ну, и Анатолий отвечает. Он сейчас в чате будет долго писать, но какой бы ни был ответ на том конце провода, вы предлагаете, может быть, как-нибудь встретимся в городе за чашечкой кофе. Как у тебя со временем? Человек начинает говорить, есть у него время с нами встретиться или он занят. Но в любом случае вы назначаете встречу. Он, может быть, сегодня не может, он, может быть, завтра не может. Или говорит, у него вообще нет времени, он очень занят. В таких случаях я говорю, слушай, я тоже занята, но я нахожу время на заслуженную чашечку кофе. Давай совместим приятное с полезным. Минут 10-15. Кофе по кьем заодно, увидимся и пообщаемся. Мне удобно в обеденное время, как раз время перерыва. А тебе? После этого вы назначаете встречу. То есть вы назначаете то место, которое удобно будет ему, но все равно говорите о том, что вам было бы удобнее, например, здесь. Давай на какой-то такой вот нейтральной территории. Потому что если вы придете к человеку в офис или на работу, его будут постоянно отвлекать и дергать по каким-то рабочим моментам. Если вы пригласите его к себе в офис, будет то же самое. Поэтому лучше где-то на нейтральной территории действительно заслуженную чашечку кофе попить минут 10-15 и просто пообщаться с человеком. И цель этой встречи только выслушать человека и выявить его потребности. Рассказать о себе. Но, боже упаси, никаких презентаций за эти 10-15 минут проводить не надо. Вы должны выявить, что у человека в кавычках, как я говорю, болит. И просто после презентации, после встречи, просто сделайте себе пометку в своем журнале, где вы ведете встречи, о чем вы говорили. Просто хочет человек или не хочет, он все равно рассказывает, что у него случилось, что у него в семье, что у него с работой, чего бы он хотел. Вы просто задаете вопросы и просто слушаете. Не надо никого поучать. Они вас сами наведут на то, что вы должны будете что-то ему сказать. Потому что иногда бывает так, что вот прям сама просится, с языка вот хочется сказать, чем ты занимаешься. Есть такое? Реагируйте в чате, чтобы я видела, что вы здесь. Есть такое. Отлично. И самое главное, ребят, соблюдаем заявленное время и проходит минут 10, мы начинаем смотреть на часы и говорить, слушай, давай, мне уже пора, но мы обязательно созвонимся и встретимся. Оп, куда убежала. Все. То есть вы собрали информацию, какая вам нужна была. Вы увидели человека, вы напомнили о себе, потому что получается так, что нам приходится вытаскивать из закромов свои связи, своих старых знакомых, которых мы не видели годами, и вдруг мы тут нарисовались и хотим им что-то предлагать. Естественно, что у человека в памяти остался тот Анатолий или Стас Леплана, который они знали там 5-10 лет назад, а вдруг какая-то бизнес-леди предлагает какой-то проект, а кто она такая. То есть вы просто встречаетесь с человеком, просто общаетесь. После этого, проанализировав вашу беседу, перезваниваем через день, максимум через два, и предлагаем встретиться. И если у вас есть вариант решения его ситуации или проблемы, только тогда вы предлагаете и говорите, что я знаю, как решить свою проблему, или я знаю, чем тебе помочь. А если вы не знаете, то просто, когда в ближайшем у нас мероприятии, либо это презентация в городе, либо это Кишинек, либо Террасполь, либо Бендеры, и вы говорите, слушай, меня пригласили на одно мероприятие в компанию, в которую у меня знакомая сотрудничает с ними. Пойдем со мной за компанией. Якобы за компанией. Почему я рекомендую именно, чтобы человек услышал правильную информацию от источника, которому он больше доверяет, даже если его не знает. Потому что он вас знает одним человеком, а человека со стороны он больше слушает. Знаете, есть такая поговорка «Мне в честь и пророку в своем Отечестве». К сожалению, это правда. Даже мои знакомые от меня информацию не воспринимают так, как, например, они воспринимают от Игоря. Потому что они меня знают, особенно если это родственники, не знают меня, как облуплено. Когда человек со стороны говорит и говорит грамотные вещи и вопросы, которые они задают компетентно, отвечаются на эти вопросы, есть ответы, то тогда они воспринимают информацию по-другому. Поэтому понятно, да, просто приглашение потенциального инвестора. отлично. Теперь смотрите, следующую схемку я сделала, приглашение на живую встречу потенциального партнера. В принципе, особых больших отличий нет. Единственное, что вы, когда в своем списке рассматриваете, все равно присматриваете и подбираете себе партнера в бизнесе. Потому что если вам предложить, грубо говоря, тысячу инвесторов, да, но из них сотрудничать вы захотите максимум 10, в которых вы будете уверены. Это партнеры, это ваша команда. Это кто занимается спортом или занимался спортом? Кто у меня здесь? Николай, спортсмен. Да, Николай, спортсмен. То есть в спорте очень важен, какой партнер рядом с тобой. Как он тебе подаст снаряд или штангу, да, особенно если это групповые виды спорта и если это еще и скалолазание, то от этого зависит еще и твоя жизнь. И когда тебя подставляют твои партнеры, не очень приятно, да, но то же самое, как и в спорте. Поэтому вы подбираете себе команду и из списка, который у вас уже написан, вы просто выбираете людей, с кем бы вы хотели действительно сотрудничать, на кого вы можете положиться. Как я говорю, взяв за руку, можете закрыть глаза и пройти по краю пропасти, вы знаете, что он вас не столкнет. Это очень важно. Поэтому, в принципе, приглашение, оно мало чем отличается, просто вы выбираете у человека именно как партнера в бизнесе. Например, привет, Николай, это Светлана, тебе удобно говорить? Да, удобно. Давно не слышала, если ты как, чем занимаешься? Ну и Николай отвечает, чем он занимается. Мы не виделись много лет, и он рассказывает о себе. Я говорю, слушай, сейчас время по телефону, чтобы не заниматься, может, встретимся как-то в городе за чашкой кофе, у нас есть о чем поговорить, как у тебя со временем? Назначаете время. И тоже, если он говорит, что у него сейчас нет времени, мой беспроигрышный вариант. Слушай, я тоже занята, именно поэтому я предлагаю встретиться минут на 10-15. Давай совместим приятность с полезным. Кофе по пьем и заодно пообщаемся. Мне удобно в обеденное время. Как у тебя? Если он говорит, а мне удобнее вечером, скажи, ну слушай, давай тогда в другой день. Потому что вечером информация уже не так усваивается, человек уже устал. Информацию лучше либо в первой половине дня, либо вот после обеда. Вечером уже информация не усваивается. Вы сейчас по себе тоже чувствуете, да, хотя кто-то работает, кто-то отдыхает, но вечером уже информация очень плохо усваивается. После этого назначаете встречу и сама цель этой встречи тоже выявить потребности именно в дополнительном, в дополнительном виде заработка. в дополнительном доходе. Но человек все равно вас будет спрашивать, да, ну хорошо, чем же ты занимаешься? Тогда в конце вы можете вкратце просто сказать, что у вас есть две возможности дополнительного дохода. Долгосрочные инвестиции и партнерство. А что это? А как это? Мы просто смотрим опять на время, говорим, слушай, давай свяжусь с тобой попозже, да, или давай мы свяжемся в скайпе, я тебе все подробно расскажу. Есть, ребят? Если есть вопросы, вы пишите. И в конце тоже, проанализировав вашу беседу, перезваниваем и встречаемся в скайпе. Регистрируем из своего личного кабинета, предварительно сказав, что после регистрации в компании он сможет иметь доступ ко всем инструментам и материалам в своем век-офисе. И что немаловажно, регистрация бесплатная. И уже по скайпу спрашиваем, куда отправить им приглашение на вебинар, где он может подробнее ознакомиться с проектом. Теперь самое главное. Все знают вот эту вот табличку. Друзья, отвечаем, пожалуйста, в скайпе, чтобы я вас долго не задерживала. У нас рабочая встреча, мы не будем только теорию давать, мы будем практику. Все знают, что это такое? Все видно. Отлично. А вот так вот на память, знаете, когда у нас идут презентации от компании? Отлично. Значит, когда я говорю, что мы регистрируем человека в своем личном кабинете, все знают, да, в новом кабинете, вот здесь, когда вы нажимаете кабинет партнера, здесь вот есть зарегистрировать партнера из своего кабинета. проще просто некуда. Вы звоните, да, и разговариваете с ним, либо вы в скайпе, говоришь, продиктуй мне свою электронную почту. Нажимаете зарегистрировать партнера и вводите сюда фамилию, имя вашего потенциального партнера или инвестора, его номер телефона и его почту. Нажимаете подтвердить правильность введенной информации. Предварительно вы уточняете именно по буквам, как правильно пишется имейл. и если он, например, в скайпе сейчас с вами, да, вы просто пишете пробное письмо, я обычно делаю так, хай, отправляю, приветствую. Если письмо дошло, от меня ушло и к нему пришло, значит, почта рабочая. Потому что пока человек зайдет на сайт по этим ссылкам лендинг, партнерской, партнерской реферальной ссылки, да, то есть проходит время, потом его кто-то отвлекает. Вы тут взяли быка за рога и на месте человека регистрируете. Потом ему говорите, заходи сейчас на свою почту и подтверди регистрацию. И после этого говоришь, я тебе скину адрес на ссылка на вебинар, потому что он сам не будет заходить через почту. То есть вы просто этого человека первое время курируете, чтобы он не пропускал эти вебинары. Очень важно в понедельник, в среду и в четверг презентации компании Skyway Capital, на которые обязательно нужно будет, чтобы он пришел. И вообще хорошо было бы, чтобы все приходили. Потому что очень многие вопросы Максим Юрьевич дает просто только на этом вебинаре, что касается презентации компании. И там вживую можно написать вопросы и ведущий ответит на эти вопросы. Следующий – это водный технико-экономический вебинар для новичков. В среду в 12 и в 19. Здесь обратите внимание, что я указала и московское время, потому что у нас есть не только из Молдовы, у нас есть и с Россией, с Украиной, то есть мы смотрим именно по московскому времени и переводим на частную запись это для Молдовы. То есть в понедельник, в среду в 4 и в четверг в 5 по Молдове презентации компании. И дальше партнерская программа, авторский вебинар Григория Миршевиченко и экономический правовой вебинар с Владимиром Масловым. Это уже понятно. Теперь краткое представление проекта. Каждый говорит по-своему. Для того, чтобы не путаться в показаниях, как я говорю, я придумала скрипты продаж. Все прошли регистрацию, ребята, на сайте скриптов продаж. Если нет, ставьте минусы, ничего страшного. Да, Анатолий прошел, Ирина, знаю, прошла, Николай, нет. Друзья, смотрите, я скидывала в наш чат ссылку на регистрацию на этом сайте. Я там прописываю скрипты телефонных звонков, холодные и теплые звонки. Не нужно очень умничать. И убирается страх звонков сразу. То есть перед вами список, где ваши записаны знакомые, да, вы проставили там телефоны и так далее и начинаете звонить. И если это телефон знакомый, это теплый рынок, и если нет, это холодные звонки. И просто нажимаете на холодные звонки. Анжела тоже нет, да, там в чате, в скайпе вы найдете именно этот по звонкам. Мы разрабатывали вместе с командой и Анатолий, и Алла, то есть и Ирина, то есть мы подбираем то, с чем человек сталкивается в практике. Я хочу вам сказать, что это живой инструмент, который действительно работает и который мы можем менять вместе. Просто когда вы добавляетесь сюда на этот сайт, вы регистрируетесь по своему почтовому ящику, потому что я вас добавляю в список, кто может просматривать и пользоваться этими скриптами. Все ваши почты я добавила, потому что вы у меня в структуре, и я все ваши email туда добавила, поэтому вы регистрируетесь на этом сайте под вашими email, которые являются логинами в Skyway Capital. Хорошо? И тогда вы увидите, там скрипты. Сейчас я посмотрю, что у вас. Так, Анатолий, у тебя открыты скрипты. Ты можешь зайти? Ты можешь зайти? так не на сайте да ирина ты на сайте на скриптах продаж продублируй пожалуйста только разбирайтесь хорошо ребят тогда разбирайтесь со скриптами потому что там реальный пример как звонить и он абсолютно рабочий я сейчас просто открою еще раз озвучу один скрипт для вас это долго вопроса какие у вас есть по по работе по вебинару почту сейчас и ладно я сейчас видео отключу я видео отключу чтоб не тормозило тогда вопросы самое главное оставьте и и и и то есть я перегрузиться должна да давайте перегружусь и это какое-то то есть вот и и все и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я узнавала, что инвесторы из Канады не могут встать, вот не знаю почему. В Италии знаю, что могут, в Европе могут, в Канаде, не знаю по какой причине, там по законодательству, наверное. Ребят, по работе, кто сталкивается с какими трудностями, пожалуйста, задавайте вопросы, мы здесь разбираем. Почему я говорю, что нужно, чтобы вы посещали вебинары и тренинги, потому что потом вы начинаете звонить в очень позднее время и решать самые простые вопросы. Если что-то не ясно по кабинету, пишите, мы сейчас разберем, вот именно в рабочее время, в рабочей обстановке. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо... Отлично... Все, с видео все нормально. Теперь по приглашениям. Какие вопросы есть и какие трудности? Картинка мечтаешь, вижу. Мечтаешь, пора действовать. Спасибо, Анатолий. Какие вопросы по приглашениям, ребят? Ну хорошо, раз вопросов нет, то попытаюсь... Пытаюсь зачитать вам тогда этот скрипт продаж, да? Или звонков по телефону даже. Мы ничего не продаем, мы просто звоним. Что, нету? Окей? Ребят, я есть на видео, меня слышно? Слушать можно. Хорошо, так что мы читаем скрипты, или вы зайдете, сначала зарегистрируйтесь и будем сами. Читаем? Хорошо, давайте. Так, первое, что читаем, холодный звонок или знакомым, что вас больше всего интересует? Холодный. Хорошо, давайте тогда по холодному звонку. Здравствуйте, Ирина. Да, начнем с Ириной тогда. Знакомым. Так, знакомым или холодным. Здравствуйте. Буду прыгать. Меня зовут Светлана Шарбан, компания Skyway Capital. Наша компания выясняет дорожно-транспортную ситуацию в нашем регионе. Вы можете уделить всего 2 минуты вашего времени, чтобы ответить на несколько вопросов анкеты. Возможно, благодаря именно вашему участию мы сможем уделить ситуацию на дорогах. Ирина, отвечайте. А, Ирина, вы можете в этот, я подключу микрофон, и тогда ты сможешь хотя бы говорить, и мы услышим. Если не будет тормозить. Ясно, тогда будем переписывать, но это уже не звонок. А кто может? Ясно. Хорошо. Вы сталкиваетесь с такими дорожно-транспортными проблемами, как неудобство передвижения, плохое качество дорог, дорожные пробки или транспортные происшествия. Каждый день. Скажите, каким видом транспорта вы чаще всего пользуетесь? Общественным или частным? Общественным. Ирина, скажите, хотели бы вы передвигаться более комфортно и безопасно, без аварий и пробок, в 4 раза быстрее и в 2, а то и в 5 раз дешевле, независимо от расстояния? Конечно, реально. Сегодня проходит сертификацию и внедряется в эксплуатацию новый вид надземного транспорта, суть которого заключается в том, чтобы разгрузить пассажирскую и грузовую трассу, подняв их над уровнем земли, минуя таким образом светофоры, перекрестки, аварийные ситуации на дорогах, которые будут значительно дешевле в эксплуатации. Вы бы хотели, чтобы такой транспорт был внедрен и в нашей стране? Ирина, вы готовы подтвердить свое желание поддержать внедрение новой транспортной системы второго уровня? Ирина, благодарю. Для начала нам необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте компании. Я могу вам помочь. Продиктуйте ваш адрес электронной почты по буквам. А что мне это даст? Спрашивает Ирина. Но вы же ответили, что вы хотите поддержать транспорт второго уровня. Это вам даст более легкое и более быстрое передвижение на этом транспорте без аварий, без пробок, без катастроф, без потери времени и экономия денег. И вам нужно просто поддержать сейчас этот проект. Для этого вам необходимо пока что пройти бесплатную регистрацию. Согласна, потому что очень многое зависело не от нас. А если представить, что это возможно, вы бы хотели поддержать этот проект? Ирина пишет, что я такой вредный холодный рынок. Ну, хорошо. Спасибо, Ирина, за поддержку. Продиктуйте, пожалуйста, ваш электронный адрес по буквам. Я зарегистрирую вас на сайте компании, и вы сможете получить дополнительную информацию о проекте и будете получать новости от компании. Допустим, Ирина нам продиктовала, да? Мы ее регистрируем здесь, где я показываю. Прямо в личном кабинете. Далеко не уходит. И еще раз проверяем. Ирина, я правильно записала вашу почту? Такая-то, такая-то. Ваш номер телефона. Ваше имя. И еще раз повторите правильно, чтобы я могла записать вашу фамилию. Ирина спрашивает, а это что-то стоит? Конечно, стоит. Билет на автобус не может быть бесплатным, если только человек не пенсионер или не инвалид. Но мы сейчас с вами проходим регистрацию на сайте. Все, Ирина, я вас поздравляю. Теперь вы можете зайти в свою электронную почту и необходимо подтвердить вашу регистрацию. Ирина вообще начала плясать с другого боку. Она пишет, а как вы узнали мои данные? Вот, Ирина, когда вы зарегистрируетесь на сайте скрипты, вы увидите даже ответы на эти вопросы. А откуда вы взяли эти данные? Есть и такой ответ. Для этого нужно пройти регистрацию. В общем, я разжевала и в рот положила. Вам остается только проглотить. Или мне еще вот так вот надавить, чтобы оно легче проскользнуло. Там есть даже ответы на вопросы, как вы узнали мои данные. Ребят, на самом деле все это есть. И это командная разработка. Это пока что используется только в нашей структуре. И то не всеми, потому что еще не все зарегистрировались. Поэтому я очень рекомендую. Просто своим скажите обязательно, чтобы они зарегистрировались. И их почту, если они там не имеют доступа, просто в скайп в чате пускай выложат. Либо мне в личку. Я вас добавлю просто на этот скрипт. И вы будете иметь и для теплого, и для холодного рынка. Давайте закончим с регистрацией, Ирины. Мы поздравляем, Ирина, вы сейчас зарегистрированы на сайте компании. Вы подтвердили регистрацию. Теперь вы видите, у вас красненьким выделено подтвердите ваш номер телефона. Зайдите в ваш профиль, и вы нажимаете на кнопочку подтвердить номер телефона. Человек подтверждает номер телефона. К нему приходят смс, пятизначные цифры. И мы буквально его просто за каждым действием курируем и дальше говорим. Вот, есть, да, пришел код. Отлично, Ирина. Поздравляю с успешной регистрацией. Теперь продиктуйте мне ваш логин в скайпе, и я вам отправлю приглашение на ближайшее онлайн мероприятие компании, на котором вы более подробно ознакомитесь с самим проектом и возможностями, которые предоставляет наша компания. После этого мы с вами сможем обсудить вопросы, которые у вас наверняка появятся. Спасибо, Ирина. Я благодарю вас еще раз. Ирина, сейчас я отправлю вам скайп-приглашение на ближайший вебинар и перезвоню вам минут за 30 до начала, чтобы напомнить. Договорились? Ирина, вы на связи? Выпало. И что значит минусы? Не на связи? Или не договорились? Ребят, на самом деле, когда я говорю, что тренинги, от слова тренироваться, то есть каждый... Вы прогоните через себя вот эту ситуацию, адаптируйте под себя, потому что я эти скрипты пишу по тому, как я разговариваю. И в прошлый раз мы с Анатолием были, была Татьяна, и мы просто вживую в чате просто общались в скайпе. И, естественно, все живые вопросы мы отвечаем вживую, и каждый воспринимает по-своему, и не каждому, возможно, вот сам стиль общения может подойти, поэтому вы каждый будете адаптировать под себя. Но какой-то общий костяк у всех будет, вам будет легче просто звонить и говорить с людьми. Ничего не нужно придумать, потому что человек всегда хочет по телефону узнать ответы на все вопросы сразу. Вот как Ирина, да? А что мне это будет стоить? А сколько это будет стоить? А что это такое? А что мне это даст? Да? Самое главное, что должен человек услышать, что это бесплатная регистрация, и вы получаете доступ к дополнительной информации, и вам постоянно будут приходить напоминания на определенные мероприятия с компанией, которые вы можете напрямую руководству задать вопросы. Не каждая компания дает возможность доступа непосредственно к членам правления компании. Согласитесь? А мы сейчас говорим о транспорте, который займет как минимум 30% всего рынка, а то и 50%. Действительно, Ирина, легко и просто. Страшно первый раз поднять трубку. А знаете почему? Потому что мы принимаем решение за него, и уже думаем, что он нам ответит. А когда мы просто будем думать, что мы просто даем возможность человеку узнать о новой возможности, как он лично может получить выгоду из-за участия в проекте, просто даем ему эту возможность. А он только дает либо согласие, либо отказ. И для этого нужен список. Я постоянно буду вас просто, ну, постоянно дергать, вы понимаете. И кто меня хорошо знает? Список. Нет списка, нет работы. Потому что вы не видите, кому вы звонили, и панически, истерически начинаем кому-то звонить в последние минуты. Потому что смотрим, за месяц у нас нет ни одной регистрации. А теперь просто, ребята, представьте себе, что если у вас список как минимум из 100 человек, это минимум, вообще их там должно быть 600-800. Ну, как минимум 100 человек у вас в списке. И работает такая простая вещь, как статистика. Просто игра чисел. Из 100 человек, 10 человек обязательно будут зарегистрированы. Обязательно. И из них как минимум еще 50% это 5 человек. 5 человек обязательно станут инвесторами. И не вам решать, на какую сумму они будут брать себе пакеты. Мы можем просто показать им возможности. И самая, знаете, как я говорю, большая проблема в том, что мы не знаем, где эти 10 человек. Они, ну, парэто, слушай, здесь не всегда парэто срабатывает. Здесь иногда на 200 человек только 10 человек найдешь. Потому что пока ты учишься, пока думаешь, как сказать, пока ты принимаешь за кого-то решение, кто-то уже ему рассказал, и когда ты узнаешь, а он уже в проекте. Но не у тебя. Поэтому я говорю, что особенно в начале, когда мало информации, когда как будто язык не выговаривает эти слова, да, самой учиться, самим учиться, да, вот ходить на вебинары, информацию черпать из интернета, слава богу, у нас на сайте Skyway Capital и на сайте Юницкого очень много новостей, очень много информации, которые просто нужно изучать. И первое время для того, чтобы действительно не делать эти презентации, потому что мы не знаем, как человеку это сказать, вам достаточно просто проводить вот такой вот соцопрос, как по телефону, да. То есть это элементарно. Вы изучите вот эти скрипты продаж, и в принципе идет технология одна и та же. Звонок. Я представляю такую-то компанию. Наша компания изучает проблемы транспорта или изучает дорожно-транспортную ситуацию конкретно по Кишиневу или конкретно по Бендерам. И нам очень важно ваше мнение. Уделите, пожалуйста, одну-две минуты вашего времени и ответьте, пожалуйста, на вопросы. И просто задаете вот эти два-три вопроса, не больше. И не уходит больше двух минут. То есть я смотрела по скрипту, потому что они у меня заготовлены. У меня их много. У меня там три скрипта по холодным звонкам, по вариантам, и, по-моему, по теплым два варианта. И это не конец. То есть мы будем их разрабатывать дальше. Вот первый скрипт, сценарий холодного звонка, с чего мы начинаем. И главная цель – это подвести человека к компьютеру и зарегистрировать его. Если он не подходит, он просто... Нурмония, Николай, ну, экономиям на румынском языке, но благодаря вам, я очень надеюсь, вы переведете вот это вот все, что с вашим и лимба румына. Согласен? Ирина нам переведет. Николай переведет. Хорошо. Почему, ребят, я говорю, что нам повезло, наверное, больше, чем всем другим, потому что у нас и русский, и румынский язык, и мы можем как бы этот рынок, который рядом с нами, вот под боком, я сейчас нахожусь на севере Молдовы, вот буквально у нас 30 километров и Румыния. И как вы думаете, кому достанется этот рынок? Если не нам. Никому не отдадим? Румыния. Румыния, да, но кто туда заедет первым? Вы знаете, что там есть партнеры и есть инвесторы. Наши молдаване, которые там имеют румынское гражданство или в Италии работают, и они уже давно в проекте, и даже раньше, чем мы. И сейчас уже компания переводит и сайт на румынский, и канал YouTube на румынский язык, поэтому нам легче работать. Единственное, я просто прошу, чтобы мы работали в одной команде, я уже с Галиной говорила, да, и вот Николай на румынском, пожалуйста, подготовьте вот переводы всех наших рабочих материалов для работы в команде, потому что на сайте сейчас материалы будут. именно официально от компании Skyway Capital будут на румынском языке, потому что они переводят уже на все языки. Будете на румынском, будет легче работать с румынским рынком. Но вот именно то, что у нас в команде, ну, к сожалению, я могу говорить на очень ломаном молдавском. А кто говорит хорошо по-румунски, я бы очень хотела, чтобы даже презентацию завелись на румынском. Ирина и Марьяна готовятся 15 числа на презентацию на русском языке, а Галина уже будет готовить румынскую презентацию. Галина здесь? Злобная улыбка. Спасибо. Ну чего, наоборот, нужно порадоваться, потому что мы разрастаемся, и как бы меня на всех не хватит. Я очень хочу, чтобы мы работали в одной команде, и я надеюсь, что это взаимно. Друзья, значит, все регистрируемся по вот этим скриптам. Если у кого-то что-то не получается, пишите мне в личку прямо в чат, в скайпе. И я помогу зарегистрироваться там. Если что-то непонятно, просто будем отрабатывать. На румынский язык можно просто написать. Я сделаю доступ. Либо Ирина, на молдавском тоже смотришь? Или Галина. Там, где скрипты, там просто будет. Энлимба румыны. И вы просто сделаете доступ, чтобы можно было изменять. Ничего не меняя в тексте, менять только язык. Хорошо, ребят, еще есть вопросы? Уже час прошел. Есть вопросы? Если нет вопросов, ставьте минусы. Все, отлично. Я благодарю вас за то, что вы нашли время перед Рождеством. И так у нас праздник в праздник. Новый год только наступил, и уже опять новые праздники. Я вас поздравляю с наступающими рождественскими теперь праздниками. И встречаемся на вебинаре следующий четверг, тоже в 20 часов по Молдове. Это получается у нас 12 января. 12 января в 8 часов вечера. Ребята, все поднимайте своих людей со структур, потому что это у нас только первые шаги. И мы будем 15-го числа встречаться в воскресенье не в 2 часа на презентацию, а за час до нее, то есть в час в 13.00, у нас будет тренинг именно по маркетинг-плану. Хорошо, ребят, 15-го в воскресенье в час мы все собираемся на тренинг сначала, и только партнеры. А гостей приглашаем в 2 часа, регистрация за полчаса до начала. Поэтому всех, как штык, жду на школе, это 12-го, и потом 15-го в час дня мы встречаемся уже на вебинаре. Всем спасибо, всем пока, до встречи уже в оффлайн мероприятиях. Встречаемся в Террасполе. 8-го числа. Ребята, у кого есть друзья из Террасполя, Бенвера, вентилятор, Овощи. Смотрите. Продолжение следует...